всем огромный привет я сейчас нахожусь на нашей квартире куда буквально скоро скоро при скоро мы собираемся переехать в срач сейчас я вам расскажу супер занимательную историю про то как сегодня утром меня колбасила во всех направлениях блин серёж срочно шурупы перед серёга собирает кровать пока я рассказывала что у нас случилась заминка из-за мебели так как у нас очень много заказных позиций например вот там будет встроенный шкаф с ниша и очень много встроенных шкафов которые мы заказывали под наши размеры обещали нам сделать за две недели то есть срок изготовления две недели и одна неделя на монтаж и должны были успеть к 25 апреля как видите ничего ни одной мебели до сих пор не установлено более того мы уже переносили два раза дату перенес до из-за этого попросили единственно установить там пару шкафов и панель чтобы можно было хоть один унитаз поставить унитаз тоже не стоя не стоит потому что все ждут его шкафчик за унитаз на разок на который все это цепляться будет осталось там пара дней переезда да ему надо вот этим хотя парочку позиции поставить нашему приезду и он короче сегодня не приезжает устанавливать просто просто мы сюда прижим никого нет кроме нашего прораба ни одного шкафа не установлено я говорю йокси мокси у нас 10 раз подвели осталось несколько дней до приезда мы же готовы въехать жить практически с вами потому что они будут каждый день приходить пилить все представьте же жужжать вся эта пыль мебель на будет мы будем здесь параллельно жить и просто установите нам хотя бы шкаф и унитаз для унитаза и он короче не приходит мы общаемся через нашего дизайнера она говорит она говорила что ни одного недовольного клиента не было чуть ли не ручалась договор все не заключали то есть у меня еще были несколько альтернативных вариантов кого заказать мебель потому что цена это больше полумиллиона на вот эти позиции а то есть довольно жирный куш и были те кто там хотел ну как бы тоже там скидывали прайс и теперь получается вроде как есть за него неудобно и я понимаю что я когда мы общаемся опять же через нее я начинала психовать и записывать гневные сообщения у меня уже честно говоря даже без мата не получается все записываю как бы не материться 4 матюка и я такая сама думаю господи это кислотно после обеда он ей обещал приехать сейчас время 5 часов как бы никого нет а это со мной бывает редко сейчас я вам покажу что у нас тут готово есть большая кровать чем меньше останется разобранной мебели тем лучше потому что ходить невозможно просто тут один угол в картоне в частях которые собирают третье мебели которые собирают но ее нельзя собрать потому что вообще пройти нельзя будет и вот так вот везде вопрос стоит ли заказывать генеральную уборку тут еще пахать и пахать да вот сюда тоже будут шкаф устанавливать во всю стену есть ли смысл по сути это все тут еще будет лежать да и вымыть под ним оно невозможно с другой стороны нам заехать просто очень много вот этого строительной гостиная наша выглядит видите тоже завалена мебелью недоразобраны здесь матрасы для алисиной кровати для нашей под вот этой частью ничего убрать нельзя еще нам должен привести дела что еще меня расстроило у нас же здесь новая вся техника стоит открывается кстати вот так сенсор наушники и блин уже вся засранная микроволновка я вообще ну там вот и видны попытки ее протереть но как бы знаете такие очень не смелые и не запаривают хочется объехать в квартиру чтобы там не было заляпано чужой новая вещь вот тут вот явно уже все это грели и не не убирали не придумывая холодильники тоже уже кружки вот так выглядит наш гардероб уже установили он стандартный это у нас икея 1 дверь не подошла по размерам будем делать на заказ у того же нашего любимого мимичек вот а вот эту дверь можно сдать проблема в том что короче ее дороже вести в икее она в обычной такси не поместится что это 240 по моему все там надо брать вене минивэн тысячи полторы в одну сторону и примерно также в другую вот поэтому смысла нет мы эти деньги просто прокатаемся еще и странности вот наш веселый счастливый ремонтик тадам смотрим как открывается дверь очень странно здесь у нас полки для обуви вот это мой душу греть я хоть открою представлю что здесь все разложу мне как-то знаете хорошо и вторая дверка почему-то откроется вот так же в одну сторону здесь полки для вещей причем самое интересное что с этой стороны они именно нормально распоршены вот так и вот там наверху штанга а тут выдвижные ящики сначала подумала что может быть чтобы об стекло не билась об зеркало но вот с этой же стороны не бьется то есть открывается и упирается как раз сюда еще пока у нас недоустановленные розетки мы ждем оплатили оптом все розетки заранее там накосячили с комплектации в итоге несколько штук правильно пришли остальные неподходящие что-то не учли короче их нету вроде как сегодня и завтра должны их привести аааа господи нормальный ты пугаешь блин я не пугаю я смотрю я подошел и смотрю что ты снимаешь нос свой на плечо мне положили душа радуется покажу одна стерильная комната этого кладовка заходишь и хоть где-то мусор не лежит здесь у нас в гостиной тоже есть огромное зеркало и это очень радует мне нравится зеркала плюс я сразу каждый угол воспринимаю если я поставлю камеру будет ли тут красиво где я сяду какое будет освещение смогу ли я снимать видео потому что я уже изголодалась по моментам можно просто в любом месте квартиры снимать и будет красиво еще приехали наши столчики на кухню они выглядят знаете так простенько и как будто это просто легкого ну как они вот сша вы видите такой интересный классик на самом деле они очень тяжелые очень устойчивые и мне хотелось сильно с подлокотничками для того чтобы нормально алиса сидела потому что вечно она сидит ноги в раскорянку но у кого дети знают и я постоянно боюсь что на рухнет то есть вечно не чувствует конца сидушки для маленьких детей это прям классный вариант с высокими спинками они смотрятся громоздкими надо было чтобы не слишком загромождено было пространство потому что не супер у нас большие да не супер у нас большие комнаты к щелоке я заказала набор для ванны то есть для жидкого мыла и стакан для зубных щеточек сейчас вам покажу как они подходят видите у нас тут получается плита внизу кстати установили уже зеркальный шкафчик когда-то вот под раковину тумбу изначально думали делать под заказ слава богу что у нас не хватило денег и мы купили в кет и сейчас мы были без тумбы и без раковины без вот этого шкафчика потому что его тоже думали под заказ делать господи я никогда не радовалась отсутствие финансов как в этот раз хоть что-то у нас готово в срок почти готов наш маленький санузел и я первый раз вижу такую раковину для барби это меньше чем мой кладчик по моему зато он занимает мало места в принципе прикольное решение потому что руки помыть можно ну вот так вот их надо ладошки располагать при этом реально очень мало места занимает то есть не загроможден проход а так как у нас еще два огромных таких лотка кошачьих до этого я бы только поражала с такой раковиной сейчас нет и унитаз это не наш кого будут заменять здесь у нас вот этот комплект но инсталляцию пока не стали потому что ждут опять же вот во всю стену должен быть шкаф и показывала я вам еще нашу готовую стену вот так она выглядит и уже здесь установили светильник но его будут еще поднимать точно сейчас довольно низко так вот со второй стороны стена выглядит грязненькая но я надеюсь что наша генеральная уборка это отмойт кстати прикол про генеральную уборку то что сейчас мы передоговаривались при том что это бригада из трех человек куча профессионального оборудования ой а мусор мы не выносим ой а кто-то ой мы это не делаем я говорю блин генеральная уборка после ремонта короче это как бы господи кто-то еще остался кто работает или у всех особое обстоятельство еще вопрос к знатокам и находчивым людям вот смотрите у нас один ящичек в комоде кстати собирал серёга как вы думаете что делать вот с этим ящиком он просто глубокий и туда можно складывать я думала ну как то что он уже и мы его выбрали что он идеально у нас по размеру подходит есть тут вот так вот здесь у нас здесь стена здесь окно и четко в этот паз стал этот комод ведро какой-то поставить очень тяжелая туда не поместится не получится просто прояснит но у нас так уже было с комода микки мы заменили некоторые подоконники то здесь были стандартные вот такие вот темные металлические а мы поставили деревянные мне кажется выглядит гораздо круче а вторая сторона здесь видите вообще у нас нет подоконник потому что здесь должна быть у нас так так как раз на заказ будет заходить до окна прямо на подоконник если честно мне все очень нравится я бы такая бы вообще не уезжала вот кайфово все очень здорово мне кажется я наконец-то здесь смогу проникнуться обстановкой и осетить что дома потому что сейчас в нашей арендной но я не воспринимаю это как свой дом все время вот тянет домой и вам случае до сих пор это краснодар очень хочется чтобы наконец-то слово домой было создано с москвой мне кажется это будет тогда когда в том числе твоя квартира пропитана не знаю твоими мечтами желаниями валент на это вообще никак не происходит во всяком случае нашем варианте здесь будет шкаф то есть под дерево панель которая все это закроет она по моему открывается нажатием и там будет все хранится более мы решили поставить потому что в краснодаре в год на месяц отключают горячую воду то есть два раза в начале до пятеного сезона и два в конце и мы задолбали все-таки пить и тем греть либо в холодную купаться сейчас дети так тем более только что привезли нам наш диван и серёжа вы не поверите планировал его завозить самому в одиночку то есть поднимать тащить до лифта он состоит из вот таких вот здоровенных блоков и поднимали это диван четверо мужчин серёжа водитель работник который здесь ремонт доделывает и погрузчик еще здесь ниша есть вот такая от зеркала начиная до вот этой стены он будет тоже встроенный шкаф стоять самый дорогой который у нас есть и диван чуть ли не на полную ширину цвет но довольно интересно это серые с каким-то оранжевыми прожилками ведь у нас тут тоже серый с коричневым деревом с таракотовой стеной и с красным кирпичом мне кажется все вместе это очень как-то должно биться но посмотрим когда в сложном виде хотя все равно скорее всего нам придется использовать накидки потому что у нас коты и они просто это всю поверхность будь это ткань или кожа убьют кстати созвонилась я наконец-то первый раз нашим мебельщиком который у нас счастливо подвинулся сроки потому что наконец-то дизайнеру и нашему елене надоело быть посредником вот и она сказала чтоб он сам звонил нам и рассказывал почему на этот раз у него не получилось сделать вовремя показать что там опять какие-то очередные детали в какой-то станок сорвался что-то не доделали на что спросила что мы все-таки привезли довольно много всего почему нем не сегодня хотя бы эти детали не стали устанавливать даже если какие-то еще не доделаны да у нас там больше десяти заказных позиций что-то уже можно было начать учитывая что до переезда три дня на что он сказал что детали там не все и часть не хватает игру хорошо каких-то не хватает но какие то есть каркасы какие-нибудь можно было в итоге оказалось что они вот грузили все вслепую и не все в машину поместилось поэтому часть осталась там и как бы стопудово для каждой позиции всех не будет чистей поэтому монтажников у нас не оставили и день как бы пропал честно говоря уже тут мы ходим с трудом куча вещей это еще не вся мебель и мы не перевезли свои вещи да у нас там 25 огромных сумок с вещами это будут коробки это будет мне кажется очень занимательное шоу как и в этих знаете всяких сериалах американских где бабулю нашли в горе хлопа спасатели 5 часов ходили по квартире и не нашли бабулю серьезно реальная новость вот и спустя 5 часов она сама под потолком по своим вещам как не вылезла и всех послала ты чувству мы тут примерно так все навалимся привезем выгрузим будем передвигаться где-то по над потолком потому что место тупо не будет так что если вам интересно чем закончится этот сериал то обязательно подписывайтесь на мой канал минимум это еще не будьте веселы а а Субтитры подогнал «Симон»